доброе утро и любое другое время суток у нас тут продолжается хайп по поводу свадьбы гоги и бекки вот гоги можно поздравить не очень красивая невеста точнее жена уже нашей амператрица вот новая а вот тут вот пишут об этом все включая зарубежные кит новостные агентства вот кстати зарубежные новостное агентство пишет что романовых у нас свергли большевики простим иностранцам ошибочку у нас у самих здесь часто люди в этом вопросе ошибаются вот но хайп конечно стоит выше крыши вот тут вот обостряется такой вопрос как мы вообще до этого до всего дожили да я что имею ввиду дело в том что от этой ситуации даже у монархистов бомбит да а вот вот тут вот они крею кричат что тут ребятам монархисты кричат что патриар митрополит из рпц тут у каких-то самозванцев до венчает ну и и вообще такая реакция мягко говоря неоднозначная абсолютно у всех если вот взять все комментарии в соцсетях которые я читал за последние скажем сутки да то я собственно довольных вот этим действом не видел вообще никого вот тут как бы возникает сразу масса интересных вопросов ну дело в том что вот сама вот вся вся вот эта вот история с этой ветви кириллович и так далее она какая-то очень странная дело в том что ну по логике это вообще последние люди которых надо было быть пиарить вот у нас здесь на местности да вот я напомню я не хочу вдаваться вот в разборке кто там был больший царь кто меньше как это делают замечательном материале на канале царь град да где они тут занимаются в принципе демагогии в основном но я ссылочку дам почитайте вот понятно что любой монарх ну скажем так условный монарх потому что монархии в россии я повторюсь быть не может в сентябре семнадцатого года керенский отменил российскую империю превратил ее в республику я думаю с легитимностью керенского там никто из наших нынешних хозяев жизни спорить не будет они обычно наоборот говорят что вот он был легитимные большевики козлы да вот соответственно легитимный керенский отменил вашу империю никаких царей у нас быть не может и вся эта клоунада с этим цыганским табором она мягко говоря вызывает недоумение ну допустим вот тут есть такой тезис да вот что это восстановление какой-то исторической там преемственности чего-то вот интересное такое восстановление дело в том что вот есть такое объединение членов дома романовых да которые соответственно объединяет большинство представителей рода до куда не вот марию владимировну да и соответственно гоги они не считают их на соответственно главами рода там или теми кто имеет право на престол или на что-то еще то есть это наоборот это не объединение это какой-то раскол у нас идет до этого первых во вторых конкретно это ветвь дома она словно своими не очень скажем так хорошими традициями да вот тут опять же на царьграде пытаются оправдать владимира кирилловича который собственно имел связи с нацистами но не только он имел там кстати в начале вот самом нацистской партии нсдп им очень хорошо помогали русские монархисты в том числе из княжеских домов но только владимир кириллович отметился обращением да вот этим вот своим знаменитым вот что нам тут пишет да текст известного обращения лишь констатирует факт начала войны при содержит спасу призыв способствовать освобождению отечества от богоборческой большевистской власти вот ну то есть это ровно то же самое что говорили власов краснов сам гитлер геббель солженицын и прочие да вот это пропагандистская риторика роа и прочих коллаборационистов вот и кстати не гнушается канал царьград а вот ну тут говорится что владимир кириллович там отказался поддержать что-то до находился под домашним арестом надо заметить что просто ближе ко второй половине войны когда начались проблемы да вот наших русских патриотов начали отодвигать вот это от этих дел ну которые на что-то претендовали ну потому что собственно война велась в интересах немецкого народа да они русского вот ну и патриарха алексия второго тут хорошо помянули я напомню что патриарх алексий второй например вручал церковные ордена членом нтс вот народно трудового союза русских солидаристов да ну в частности известному профессору зубову вот когда тот уже входил там совет нтс там так далее там подобное так что тут тот еще тот еще комплимент на самом деле упоминание патриарха вот но эту тему она у нас почему-то очень поддерживают вот маша захарова в очередной раз бросилась на защиту да ну в данном случае она защищает саму церемонию проведенную высакиевском соборе да что и чего такого что в памятнике защищенным юнеско такой вот у нас творится в принципе у на он же для этого как бы строился интересная логика вот у нас есть еще один памятник под защитой юнеско называется мавзолей ленина а вот и как-то вот он строился для того чтобы хранить там ленина но у нас его почему-то картонками прикрывают и постоянно идут разговоры о том чтобы его снести ленина оттуда убрать или устроить там еще что-то кроме ленина и так далее там подобно маша захарова почему по этому поводу не возбухает и сама логика да вот он для этого строился давайте его для этого использовать но замечательно есть такой такое здание в питере недалеко от исаакиевского собора называется зимний дворец он строился как жилье для царской семьи вот сейчас там какой-то музей находится вот почему бы не поселить туда вот этих ребят собственно вот и вызывает удивление вот именно то что вот именно эти люди да то есть но к бекки вообще претензий то ноль она хорошо замуж выскочила за такого красавца за нее только порадоваться можно вот собственно претензий 0 даже к самому гоги потому что вот у меня тут в ленте было соответственно один монархист на которого я подписан вот он пишет вот ровно то что гоги он в принципе парень то хороший я вполне верю что он парень хороший вот но занимается какой-то цыганщины и так далее тому подобное говорю монархистам это не нравится то что как это выглядит а уж не говорю там про претензии там к почетному караулу это отдельный ролик был были претензии по поводу того что например великая княгиня наша новая бекки на свадьбе тащила по по герб российской империи на своем шлейфе то есть тоже многим не понравилось а вот ну так вот но мы видим что вот эту вот цыганскую вот эту вот шарагу да я повторюсь я не буду входить в вопросы престола наследия объясню почему вот эту цыганскую шарагу протаскивают к нам суда с начала 90-х годов как господин собчак это начал свое время да вот так это и продолжается то есть они постоянно сюда лезли всегда то есть подавали какие-то прошения по поводу предоставления им зданий в москве распоряжение их дома там еще чего-то еще чего-то гоги в норникеле работал там так далее тому подобное вот и вот этот вот процесс он идет с начала 90-х годов и так далее тому подобное а вот понятно что они тут опираются на чью-то очень хорошую поддержку ну потому что если надо было бы просто назначить какого-то вот царя такого ну для галочки чтобы восстановить историческую преемственность какую-то до чтобы у нас был царь вот можно было бы даже его с кем-то повенчать но можно вот вот у вас куча народу до из них можно было бы выбрать любого ну например тех у кого предки нации с нацистами не хороводились я кстати напомню что вот этот дом кириллович и да он же всю свою историю живет в испании а вот а в испании например у нас очень долго уже после всяких гитлеров и так далее тому подобное был абсолютно фашистский режим франка и как-то они с ними замечательно находили общий язык вот хотя вот есть я говорю куча народу которые вот в англии жили там в америке в австралии вот вот люди вот матросом воевал в английском флоте ну отлично вот вот еще один офицером дюнкерской операции участвовал тоже хорошо а вот все люди воспитанные со связями там и так далее тому подобное то есть каждый царь и гораз вот и выбрать можно было кого угодно но почему-то выбрали вот именно этих людей вот это очень странно ну так вот вернемся к тому что к самим тэкбэки и гоги претензии ноль вот но вокруг них постоянно образуется какая-то нездоровая какой-то такой нездоровый кубу я вот кстати от самого гоги никаких скажем так компрометирующих заявлений особо не слышал он как правило говорит в прессу мало и говорит так вот очень очень нейтрально но кого мы тут видим на фоточке да мы тут видим вот господина малафеева до с канала царь град соответ соответственно то есть у человека мягко говоря с черносотенными убеждениями да то есть позиции которого абсолютно не согласуются с заявлением что это все чисто для восстановления исторической памяти и так далее тому подобное то есть господин муафеев это воинственный черносотенец да можно еще посмотреть на эту же совершенно статью вот вот тут вот есть замечательная цитатка который мне очень понравилось вот давний друг первого русского телеканала царь град зураб чевчевадзе бросается на защиту соответственно гоги да и призывает сделать его боги историческим памятником интересное предложение но давайте посмотрим кто такой собственно зураб чевчевадзе ну зураб чевчевадзе это естественно голубая кровь грузинский князь там пробы ставить негде да а вот соответственно у него есть жена его жену зовут лена чевчевадзе вот лена чевчевадзе мы все прекрасно знаем да вот а ну вот кстати тут можно посмотреть что у полинии муру ну вот собственно зураб он родственник романова кто бы сомневался его род родственники служили в ру а есть родственники в цру а вот можете посмотреть википедию а вот грузинский легион сс да там один из батальонов носил фамилию чевчевадзе не в честь этого князя честь другого князя а вот так вот его жена а вот соответственно 72 год окончила факультет телевизионной журналистикой мгу до работала на центральном телевидении старшим редактором главной редакции пропаганды вот ведущим редактором главные сценарно-редакционной коллегии коллегии госкину ссср то есть практически одна из ведущих советских еще пропагандисток да вот после чего вот когда советский союз кончился да эта девушка она вплотную занялась пропагандой фашистской если вы помните ролик клима жукова и реми маиснера где они разбирали фильм ее фильм революция западня для россии до наполненной всякой ахинеи черносотиной да вот по моему клим жуков говорил в конце этого ролика что фашистское мурло а вот она скоро покажет лицо и надо быть готовым вот это вот она сама сама и есть потому что вот эта девушка она сначала 90 90-х годов она занимается вот организациям всяких фондов возрождения вот то есть занимается культурой нашей да вот при этом соответственно вот призывают тут переименовывать там ленина сфере улице ленина сверху риск вот раля ля вот она является инициаторкой ну если можно так сказать феминитив такую потребить возвращение к нам на родину останков шмелева деникина или на это же не сам владимир владимирович путин придумал да вот ходят известные фоточки где он там на могилах там цветочки кладет этим ребятам да вот но мысль-то было ее и соответственно через ее связи с этими всеми всеми вот домами до монархическими там из через ее связи за границей все это делалось вот она естественно большая подружка никита никита михалкова который у диктором был в одном из фильмов про русскую иммиграцию да у тубуса есть разбор этого кино ролик называется позднор франции урал погуглите замечательный ролик сплошные власовцы черносотенцы там всякие скауты и так далее тому подобное то есть собственно сам гоги я уверен он мужик хороший вполне смотрите какое доброе лицо смотрите какая красивая у него жена замечательный человек что сказать но вот вокруг него вьется вот это вот куба фашистская совершенно которая под прикрытием его могучий груди а вот лезет к нам в информационное пространство какое-то вот в культурное какое-то пространство да вот эпизод с почетным караулом из военных на свадьбе это это было что-то с чем-то да но вот соответственно это уже то есть его как официальное лицо какое-то правительственное до принимают уже да вот слышал я тут кстати такой замечательный тезис что например рпц не признает их наследниками престола потому что они их на свадьбе не титуловали полными титулами да просто раб божий гоги и раба божья бэйки но это очень странно потому что мария владимировна соответственно мама гоги она пизде появляется в окружении попов всегда вы можете там погуглить там я не знаю какие фотки радь бог там папы постоянно тусуются вокруг а вот не не только лишь папы вот замечательный это наш будущий может быть патриарх иларион да вот ну по крайней мере один из претендентов тут говорят то ли он то ли тихон шевкунов вот кто кто-то из них да то есть она постоянно тусуется по церквям с папами и так далее и тому подобное кстати не только с папами мы все помним фоточки там с космонавтом титовым покойным да вот сергеем станкевичем сергеем глазе вы ну про наташу поклонскую я вообще молчу то есть вот эту вот именно эту банду кто-то очень хорошо поддерживает да и кто-то их проталкивает зачем причем несмотря на то что есть в принципе другие варианты вот можно я говорю я повторюсь любого из романовых взять и раскрутить точно так же это вопрос чисто денег денег и каких-то какого-то влияния но мы видим что свадьбу эту поддерживал минкульт по минобороны явно учитывая присутствие там военных там была вся богема лиза пескова и так далее тому подобное вот почему-то кому-то нужно чтобы у нас именно вот эта ветвь про фашистская да вот была наследником какого-то престола я честно скажу я не понимаю в каком виде сейчас вот какой-то не тоже даже восстановление монархии а какой-то статус официальный можно вот этой вот вот этому табору дать да то есть признать их официально наследниками престола ну тут будет тут же эль скандаль да ну потому что там разборки давние а вот то есть нет для меня эта ситуация мягко говоря страна да ну дело в том можно конечно ответить просто что у нас власть захватили власовцы вот власовцы ровсовцы нтсовцы то есть фашисты и антисоветчики а вот но как-то вот в это верить не очень хочется хотя все кто к тому идет все об этом нам говорит да вот и люди как бы они все реагируют на этот процесс вот в виде этой свадьбы до отрицательно игру абсолютно все я ни одного коммента вот положительного не видел чтобы сказали ой как хорошо и как красиво вот у всех людей во всех лентах которые я читал на эту тему просто глаза на лоб чуть чуть за херня творится вообще что происходит скоба дуна вот это вот все вот ну мягко говоря что сказать можно сказать что власть наша она по классике сама провоцирует ну не революционную ситуацию конечно для революционной ситуации нужны несколько более сложные обстоятельства да но какое-то вот непонимание да она сама себя как-то выставляет в очень глупом виде вот ну потому что когда у вас в ленте подряд идут новости что из магазинов пропал доширак вот гоги с почетным королом из военных и дальше сразу что военным предлагают повысить пенсионный возраст и урезать зарплату кстати а вот ну я не знаю по моему это какая-то не очень умная политика вот не знаю чем это кончится опять же повторюсь к самому гоги претензий ноль он кстати вот смысле именно представительства да вот какого-то да чисто лицом по работе он по моему очень хорошо выглядит на такой нажористый такой пухлый вот борода у него красивая жена опять же красивая да то есть выглядит хорошо в смысле поработать лицом вот но вот этот его статус да и вот и вот та дрянь которая вокруг него бьется вот она вызывает какие-то нехорошие чувства да вот был бы он такой вот гоги один вот со своей женой в вакууме да про просто отвели бы ему какую-нибудь там я не знаю даже комнатку в зимнем дворце выходил бы там он какие-то ритуалы может быть совершал да вот там воскресеньем благословлял бы русский народ там на какие-нибудь совершения черт побери это ради бога но когда видишь мурлому лафеева когда видишь вокруг него вот этих вот всех чевчевадзе вот и прочих фашистских пропагандистов да потому что то что несет в своих фильмах лена чевчевадзе та же самое это ну это реабилитации коллаборационистов власовцев ровсовцев нтсовцев это извините меня гитлеровской геббельсовская пропаганда когда все это видишь возникают какие-то нехорошие ощущения но это так мысли вслух на самом деле ну потому что очень громко вот все это прозвучало и я говорю беспокоит вот как у нас вот официальные лица начинают вписываться вот за все это казалось бы вот маша захаровой она работает в миде какое ее дело до того что там какие-то блогеры левый кости семин александр степанов да а вот кстати автор книжки про сандармох ну вот всем рекомендую вот найти его в соц сетях она у него выложена в открытый доступ вот почитать какое дело до всего и дело до всего этого чтобы лезть на фейсбук с официального аккаунта да и чё-то там начинать вкручивать ну естественно вызывает у людей неподдельную радость на вот нет лезет вкручивает я уж не говорю что сейчас наверняка подорвутся еще какие-нибудь эти эти шуни роджерс и гаспарян и кто там еще илья смерть а вот вот это вот как-то беспокоит то что официальные лица они начинают вот на на это реагировать ребят ну вот кстати песков правильно сделание он дочку-то на свадьбу послал но официально сказал что мы к этому не имеем никакого отношения вот он молодец вот машине не может удержаться вот так вот в общем не знаю ну такой немножко конечно сбивчивый ролик да на такие мысли вслух на потому что вот к чему это ведет все а конечно очень уважаю размер состояния господин малафеева но мне кажется что он бы один такой замутить не смог вот то есть у нас такой пчелин как тут в комментах сказали одна из башен кремля упорота монархическая вот но это не обусловлено какими-то экономическими предпосылками ну откуда в монархии взяться промышленные промышленно развитой стране там то есть с развитым капитализма там или еще с чем-то да или у нас не не промышленно развитая страна сразу этой производящей экономики где много успешных капиталистов у нас страна третьего мира какая-нибудь периферийная капиталистическая экономика сырьевой придаток не побоюсь этого слова а вот сельскохозяйственные сверхдержавы как тут любят говорить наши соседи вот в таких странах да там там возможны такие образования тип какой-то монархии да вот или военные хунты например вот ну посмотрим на кунти южную америку там такое случается вот не хороший такой индикатор сам по себе ну ладно мысли вслух вот вот есть о чем подумать всем добра услышимся попозже